В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Пятерых взрослых одного ребенка госпитализировали в инфекционную больницу после банкета в одесском ресторане. У всех предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. У четырех человек также обнаружили сальмонеллез. Кроме пострадавших на банкете 29 июля были еще 24 человека. О состоянии их здоровья пока ничего не известно. Ресторан временно закрыли на проверку, продукты изъяли. Как то, что не больше температурный облик холодильного обладнания, отсутствуют температурные листи облику температурного режима, недостатки мыльных ванн, товаротранспортные накладки не были представлены, договор на выведение харчовых подходов. Закрыли пернатое под палящим солнцем в машине. Уже несколько дней возле мэрии стоит авто с совой внутри. Кто и зачем оставил птицу в летнюю жару на произвол судьбы, выясняли наши корреспонденты. Вот в такой коробке в наглухо закрытой машине находится сова. На улице жара чуть ли не в 30 градусов, воды в автомобиле нет. А судя по публикациям одесситов в соцсетях, оставляют птицу в салоне уже не первый день. Чтобы хоть как-то помочь, вызываем экоинспектора и орнитолога. Последний отмечает, это скорее всего ушастая сова. Я думаю, что это какой-то слеток. То есть это молодая, молоденькая сова, которая может даже не может летать. Вот они часто попадают в руки человека. Пока мы ждали экоинспектора, у машины появился вероятный владелец совы. По крайней мере, у него есть ключи от авто. А вы знаете, что там в коротком животном находится сова? Где? Вон там, вот сзади, на заднем сиденье. А что это именно сова? Да? Представляете? Не, не, не. Удивлены, наверное, да? А куда вы знаете, что это именно сова? Не знаю, я вроде бы узнал ее. Как вы знаете? На сову похоже. Я лично вообще ничего не вижу. Что вы там увидели, я не знаю. Далее мужчина кому-то звонит и спрашивает оперната. Судя по его разговору, сову он все-таки знает. А как это так? А ну, объясни мне, как это так? Ну, я оставал вот в машине. А, теперь и пиво, а мне это что-то. А где ты? А где ты? А где ты? Местные говорят, что этот автомобиль часто используют как клетку. А сами животные исполняют роль фотоаттракциона. Я знаю, что это вроде с Приморского там. Ну, вроде их не вроде. А как нам на самом деле, я не пустя. То есть те, которые стоят на Приморском бульваре, фотографироваться зовут? Вроде как, да. Ну, я там х** не знаю. Но машина здесь тихо в день. Тем временем рядом с нами появляются еще одни представители ивент-индустрии на Дерибасовской. Своих коллег, конечно, зачищают. Как вы относитесь к эксплуатации животных, на Дерибасовской в частности? Ну, если это легально, если люди следят за животными, почему бы и нет? Если животное все-таки свой цикл жизни соблюдает правильно, если у него правильный режим. Экоинспектор к нам так и не доехал. А коробку с птицей владелец забрал из машины и отвез на скутере домой. Впрочем, насколько такое путешествие комфортно для совы, непонятно. Денишевский, Евгений Очменцев, Седьмой канал. Правоохранители разыскивают людей, которые вблизи спорткомплекса «Краян». Забросали гранатами мужчину. Цель злоумышленников – Анатолий Коломеец. Он в результате инцидента не пострадал. Зацепила только его автомобиль. Произошло все около девяти вечера. В понедельник, 3 августа, бросали гранаты двое. Злоумышленники успели убежать, когда пострадавший начал отстреливаться. Сам Коломеец связывает нападение со своей деятельностью. По его словам, в последнее время занимался вопросами рейдерства в аграрном секторе. Копы квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Кинули, скажем так, в моем направлении две боевые гранаты. Я вышел с автомобиля, начал стрелять в сторону бросавших. Два человека убежало. На месте, где они были, была найдена еще одна граната. Отмечу Анатолий Коломеец. Ранее был депутатом Келейского райсовета. Сейчас возглавляет Международную антикоррупционную ассамблею в Одесской области. Фигурирует в деле завода «Краян». Мужчину подозревают в растрате имущества, злоупотреблении служебным положением и отмывании нелегальных денег. И снова набережный квартал. Инвесторы скандального недостроена Жаботинского 3-1. Митингуют под облпрокуратурой. Требуют разобраться с аферистами, которые их обманули. Офис обслуживающего кооператива, который продавал жилплощадь в доме, закрыли еще в 2016 году. Руководство исчезло вместе со всеми документами и печатями. Пайщики остались ни с чем, а ведь первая секция готова только на 80%. Вторую вообще не начинали строить. Дом брошен, они сбежали. И организаторы аферы, потому что эти аферисты строили по всей Украине дома Сусляк Юля, пайщики нашли именно, каким образом они выводили деньги и сообщили в прокуратуру. Больше года, в общем-то, никаких действий из прокуратуры нет. В итоге мы вынуждены ходить и просить, чтобы прокуратура исполняла свои обязанности, чтобы они искали тех людей, которые виноваты в выводе и в воровстве. Это не вывод, это воровство. Нас обворовали. И обворовали на очень большую сумму. Сейчас дом возводит уже другой застройщик. Однако пайщиков заставляют заплатить по второму кругу. Люди требуют от прокуратуры помочь вернуть им украденные деньги. Ними будет подано одно извернение стосовно данных, которые на теперешний час уже расследуются в криминальном проведении. И их вымоги, что до того, какие дии необходимо процессуально сделать, и они будут переверены органами прокуратуры. И дополнительно запропоновано акции протеста подать дополнительную заявку о тех фактах и доводах, которые на теперешний час еще не были переверены. Авария с опрокидыванием произошла в понедельник вечером на Ведеопольской дороге в районе селекционного института. Группа поддержки вероятного виновника пыталась помешать работе нашего оператора. Подробнее в сюжете далее. Вечер понедельника примерно 20-й час. Одесситы, как обычно, возвращаются домой, но не обходятся без приключений. По словам водителя Тойоты Камри, он двигался на свой зеленый светофор. И неожиданно перед ним выехал ВАЗ-2107. Выскочил из плотного потока в левую сторону свою. И я просто в самый последний момент попытался среагировать, но мне не хватило дистанции, чтобы остановиться перед ним. Судя по записям с камер наблюдения, именно водитель Лады нарушил немало правил. В частности, он развернулся с крайней правой полосы, не предоставив преимущества встречному транспорту. Однако, несмотря на масштабы аварий, обошлось без жертв. Пострадавших нет. От госпитализации я и водитель пострадавшего автомобиля тоже отказался. Кстати, после оформления ДТП смятую «семерку» перевернули на колеса и оттянули на обочину. Японское авто уехало своим ходом. Валентин Мирза, Мишель Арман, Седьмой канал. С сегодняшнего дня на Пушкинской, на отрезке Патнелимоновской до Большой Арнаутской будут работать все четыре полосы. На этом участке запретили парковать автомобили. В городском совете говорят, все ради того, чтобы разгрузить автомобильный поток. К слову, на низкую пропускную способность этого участка дороги постоянно жаловались водители. Сегодня на Пушкинской начали штрафовать за невыполнение правил парковки. За нарушение придется выложить 255 гривен. Если оплатить на протяжении 10 дней, сумма уменьшится в два раза. С сегодняшнего дня начали работать наши инспекторы с паркования. С утра. Плюс управление патрульной полиции нам дало 4 экипажа в помощь для того, чтобы выявлять нарушения на данном участке движения. Около 10 тонн горючего до сих пор остаются внутри Делфи, утверждают экологи. Поэтому некоторые из них выступают против идеи распилить танкер, чтобы убрать его с пляжа Дельфин. Говорят, из-за этого нефтепродукты могут вытечь в море и загрязнить воду. Напомню, на этой неделе в областной администрации заявили, что рассматривают вариант распила Делфи как один из возможных для его поднятия. Там может содержаться вот этого мертвого остатка до 10 тонн. Мазута, дистоплива, масел различных. Это те остатки, которые очень сложно изъять обычным способом. Для его изъятия необходимо, ну, в зимнее время это подогрев танков, которые перевозят мазут. Есть процедура, которая называется дегазация. Напомню, Делфи затонул у Одесского пляжа Дельфин 22 ноября 2019. С тех пор его не могут убрать. Сначала сделать это пытался судовладелец, который провалил все попытки сдвинуть танкер с места. Теперь демонтажем займется администрация морских портов Украины. Она и объявила тендер на работу. За это готова заплатить 25 миллионов гривен. Энергомодернизация многоэтажек подешевеет от ныне. Государство будет возвращать 70% стоимости услуг профессиональных менеджеров, которые сопровождают такие проекты. Фонд энергоэффективности уже получил 152 заявки от ОСМД. Вы увидите, что из Одесской области до нас поступило 13 заявок. Поэтому проекты реализовываются. Снова же таки, каждый из ОСМД самостоятельно выбирает тот перелик заходов, которые они хотят. Есть проекты, которые предусматривают отепление. Есть проекты, которые предусматривают только модернизацию системы теплопостачания. Например, установление ИТП, установление лечильника. Тут какие-то такие более дешевые заходы. Но Одесская область у нас очень активна. В Минрегионе отмечают финансирование программ по энергоэффективности будет рассеять пропорционально увеличению количества заявок от ОСМД. На всю страну того бюджета, который сейчас есть 2,7 миллиарда гривен, не足ит. Это мы четко понимаем. Но если мы быстро, в этом максимум, в следующем году сможем его эффективно использовать и показать в запровождении сотни, а, возможно, и тысячи домов, где были запровождены заходы за неразбережение, мы сможем еще раз увеличивать это финансирование как с Европейского Союза, так и с коштей государственного бюджета. По данным Министерства развития общин, сегодня в Украине только 1-2% домов соответствуют базовым нормам энергоэффективности. Подготовительное заседание по делу о скандальной застройке Аркадийского склона завершили в Одесском окружном админсуде. Речь идет о так называемых берегоукрепительных работах у трассы здоровья. Их с прошлого года начали проводить по заказу городского управления развития побережья. Вместо укрепления склон срезали и начали возводить многоэтажные отели. Речь идет о строительстве 4-12 этажных зданий с подземным паркингом на 550 машин. Узнав про этот проект 21.01, то есть в самом начале этого года, мы подали исковое заявление в суд с требованием запретить проведение каких-либо строительных работ и отменить разрешение на строительство. Уже 18 августа в Одесском админсуде начнут рассмотрение дела по существу. Спасти памятник архитектуры. 8 августа в старинной усадьбе Курицев артисты театра мускомедии сыграют спектакль. Все средства от приобретенных билетов передадут фонду, который занимается реставрацией дворца. Наша Ксения Осетинская побывала на репетицию действия. Она и расскажет подробности. Усадьба Курицев – старинный дворец, расположенный в 60 километрах от Одессы. Уже в субботу, 8 августа, это место превратится в своеобразную машину времени. Здесь сыграют спектакль «Званный вечер с итальянцами». Памятник пока реставрируют. Еще в 2013 году его выкупили на аукционе и начали восстанавливать. Усадьба Курицев уже не раз становилась местом для творчества. Здесь снимали клипы, делали фотосессии, а вот спектакль в старинном дворце сыграют впервые. Театральная сцена уже привыкшая к нашим спектаклям. Все расставлено, все шаги и так далее. Ну, самая первая здесь сложность – это то, что выход поменяли. Хор обычно выходит у нас справа налево, а здесь поменяли уже исходя из самого здания, наоборот, слева. И кроме того, наш выход за кулис занимает метр, а здесь надо бежать по ступенькам гораздо больше, то есть это уже удлиняет время. Усадьба Курицев будет для артистов и сцены, и декорацией. Всего участие в действии примет более 50 музыкантов и актеров. Каждый выход со спектаклем, неважно на какой площадке, это своего рода эксперимент, это интересная работа всегда. То есть освоение неизвестной площадки, света, зрителей, тоже, каждого характера, каждое лицо нужно увидеть и подать свою работу достойно. Но для артистов театра «Музкомедия» это не первый выход за пределы родной сцены. Художники уже ставили разные спектакли в формате «Опен-эйр». Мы много раз выезжали, уже на природе работали. Мы начали это с «Опен-эйр», укороченной такой лайт-версии спектакля «Белая акация» несколько лет назад на Воронцовской галерее. Потом мы сыграли этот спектакль в Зеленом театре, который в свое время очень свойственен. Эта площадка была нашему театру, мы работали там в 80-е годы, и субботу, и воскресенье играли спектакли, когда еще в этом зале было больше 2,5 тысяч мест. В следующий год мы сыграли «Белую акацию» практически на корабле. Будем ждать вас с огромнейшим удовольствием. Приглашаем. И не терпением. Ксения Ситинская, Денис Ларко, Седьмой канал. Таким увидели этот день корреспондента Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.